Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и граждан из Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 22 июня в нашей стране день памяти и скорби. В этот день, в далеком уже 1941 году, гитлеровские орды вторглись на нашу землю. Это была самая кровопролитная война в истории человечества. На фронт ушло более 40 тысяч комсомольчан. Тысячи из них пришли в военкоманд с заявлением о добровольном уходе на фронт, как только стало известно о начале войны. Из них осталось на полях сражения более 5 тысяч человек. 35 тысяч бойцов были награждены медалями и орденами, а 18 человек удостоены звания Героев Советского Союза. За 4 военных года, находясь в глубоком тылу, комсомольчане построили 4 новых завода. Нефтеперерабатывающий завод, аккумуляторный завод, металлургический завод, Амур-Литмаш. Было отремонтировано 48 военных кораблей. Выпустили 2757 боевых самолетов. Темпы роста выпускаемой продукции всегда росли. И в 1943 году выпустили почти в 3,5 раза больше промышленной продукции, чем до войны. Наши земляки поставляли на фронт боеприпасы, аккумуляторы, сталь, нефтепродукты. На новых заводах трудились не крепкие мужчины, а женщины и подростки. 17,5 тысяч человек было вовлечено в производство. Почти 5 тысяч из них были женщины. В годы Великой Отечественной войны строилась железная дорога Комсомоль-Советская Гава и нефтепровод АХ Комсомольск. 48 тысяч наших земляков были награждены за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами и медалями. Наш авиационный завод в 1942 году был награжден орденом Ленина, а судостроительный завод в 1945 году получил орден Трудового Красного Знамени. Наши земляки не забывали и бойцов Красной Армии и отправляли им теплые вещи. Около 80 тысяч теплых вещей и новогодних подарков ушли на фронт. Жители нашего города собрали 6 миллионов рублей и сдали в Госбанк на постройку эскадрильи бомбардировщиков «Сталинский комсомол». А за все годы войны комсомольчане внесли на строительство самолетов, танков и другой военной техники свыше 50 миллионов рублей. Сегодня мы скорбим по всем, кто был замучен в гитлеровских концлагерях, умер от голода в блокадном Ленинграде, уничтожен на оккупированных территориях, кто с оружием в руках сражался за свою родину и погиб. Мы помним, что в годы Великой Отечественной войны миллионы коммунистов и комсомольцев пали смертью храбрых на фронтах и в партизанских соединениях, боролись в подполье и были замучены в застенках гестапо. Гитлеровцы вторглись 22 июня на нашу землю, но войну мы закончили в Берлине. И в заключении я вспоминаю строки поэта о народе-освободителе. Как он велик, какой бессмертный жеребий, как входит в цепь легенд его звено. Все, что возможно на земле и в небе, им вынесено и совершено. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужества нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебе русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, потомкам дадим и от плена спасем навеки.